что значит болезненная смена элит на военные элиты в россии как это может выглядеть как я это примерно вижу но вот сейчас сейчас элиты до момента начала боевых действий кто у нас элиты у кого яхта длиннее кто больше тырит кто где-то там пристроился каким-то там ресурсным темам и дает чего-то там на запад вот это вот нынешние элиты стырили бабки купили яхты там ну все как обычно и тут внезапно изменяется структура ситуации яхты отжимают заводы газеты пароходы отжимают вот денежки тоже где-то там отжали вот такая печалька и я думаю вы видели карикатуру я ее публиковала у себя на телеге вот из не знаете на луне там где там срач в комнатах там все дела и стоят два чудика подпись авен и фридман пытаются выжить в лондоне и ноют что им типа не на что даже нанять уборщицу водителя там и еще чего-то то там и тут эти элитки оказались полными даунами потому что их просто раскулачили как последних лошков а они-то думали что коллективно западные олигархи там и прочие элитки приняли их как родных кто же выдвигается на место потому что ни одна страна не бывает без элит естественно военные которые противостоят реально коллективному западу которые проливают кровь у которых гибнут дети которые сами воюют ну которые вот как бы кровью пробивают себе дорогу сами понимаете что эти элиты уже повязанные кровью уже никаким лохам которые там мутят яхты и все такое постараются как минимум больше не дать ходу наверх ну вот я думаю что все так просто не будет многих по отстреливают как обычно в такие переломные периоды но все идет к тому что именно военные элиты сменят вот этих ожиревших торпед 90-х которые слишком зажрались потому что из вот этих вот элит которые вышли из 90-х они когда-то были стройные поджарые торпеды но потом разжирели вот стали сиборитами и вот этим все вот это вот закончилось процесс очень интересный будем внимательно за ним наблюдать так